Здравствуйте, мои маленькие друзья, мальчики и девочки! Я Леся Гайдук, ведущая праздников. И сегодня я вам прочту новую забавную историю, которая называется «Цветик-семицветик». Жила-была девочка Женя. Однажды послала ее маму в магазин за баранками. Купила Женя семь баранок. Две баранки с тмином для папы, две баранки с маком для мамы, две баранки с сахаром для себя и одну маленькую розовую баранку для братика Павлика. Взяла Женя связку баранок и отправилась домой. Идет по сторонам, зевает, вывески читает и ворон считает. А сзади, тем временем, пристала незнакомая собака. Да все баранки одну за другой съела. Сначала съела папины с тмином, потом мамины с маком, потом Женины с сахаром. А потом осталась одна баранка и чересчур какая-то легкая. Обернулась, да уже поздно было. Мочалка болталась пустая, а собака последнюю розовую Павлика баранку доедала и счастливо облизывалась. Ах, вредная собака, закричала Женя и бросилась ее догонять. Бежала-бежала, собаку, конечно, не догнала. Только сама заблудилась. Видит место совсем незнакомое. Больших домов нет, а стоят маленькие домики. Испугалась Женя и заплакала. Вдруг откуда ни возьмись, старушка, девочка, девочка, а почему ты плачешь? Женя старушке все рассказала. Пожалела ее старушка и привела в свой садик. И говорит, ничего, не плачь, я тебе помогу. Правда, баранок у меня нет и денег тоже нет. Но зато растет у меня в саду один цветок. Называется цветик-семицветик. Он все может. Ты, я знаю, девочка хорошая, хоть и любишь зевать по сторонам. Я тебе подарю этот цветик-семицветик. И он все устроил. С этими словами старушка сорвала с грядки цветочек и подала его Жене. Это был очень красивый цветочек, вроде ромашки. У него было семь прозрачных лепестков, каждый другого цвета. Желтый, красный, зеленый, синий, оранжевый, фиолетовый и голубой. Этот цветик, сказала старушка, непростой. Он может исполнить все, что ты захочешь. Для этого нужно только оторвать один из лепестков, бросить его и сказать. Лети, лети, лепесток, через запад на восток, через север, через юг, возвращайся, сделав круг. Лишь коснешься ты земли, быть, по-моему, вели. Вели, чтобы сделалось то или то. И в тот час все сделается. Женя вежливо поблагодарила старушку, вышла за калитку и тут же вспомнила, что не знает дороги домой. Она захотела вернуться в садик и попросить старушку, чтобы та ее проводила до ближайшего милиционера. Но ни садика, ни старушки не было. Что делать? Женя уже собралась по своему обыкновению заплакать. Даже нос наморщила, как гармошку, но вдруг вспомнила прозаветный цветок. А ну-ка посмотрим, что это за цветик, цветик-семицветик. Женя поскорее оторвала желтый лепесток, кинула его и сказала, как ей велела старушка. А потом добавила, вели, чтобы я дома была с баранками. Не успела она это сказать, как в тот же миг очутилась дома, а в руках связка баранок. Женя отдала маме баранки, а сама про себя думает. Это и вправду замечательный цветок. Его непременно надо поставить в самую красивую вазочку. Женя была совсем небольшая девочка, поэтому она влезла на стул и потянулась за любимой маминой вазочкой, которая стояла на самой верхней полке, в это время, как на грех за окном пролетали вороны. Жене непонятно стало, сколько там этих ворон, и она решила их посчитать. Семь их было или восемь. Она открыла рот и стала считать, загибая пальцы, а вазочка полетела вниз. И бац, раскололась на мелкие кусочки. Ты что-то опять разбила, закричала мама из кухни. Не мою ли самую любимую вазочку, тяпа-растяпа? Нет, мамочка, я ничего не разбила, это тебе послышалось, закричала Женя. А сама поскорее оторвала красный лепесток, бросила его и прошептала заветные слова. Вели, чтобы мамина любимая вазочка сделалась целая. Не успела она это сказать, как черепки сами собой поползли друг к другу и стали срастаться. Мама прибежала из кухни глядь, а ее любимая вазочка ни в чем не бывало стоит на своем месте. Мама на всякий случай погрозила Жене пальцем и послала ее гулять во двор. Ну что, мои маленькие друзья, продолжение этой забавной истории мы с вами прочитаем завтра. Ну а сегодня время смотреть мультфильм. Ну а я с вами прощаюсь. Всего доброго, до свидания, пока.